Здравствуйте, сегодня мы будем проходить тему номер 23 10 класса Сунинградистана, который вызывает изменения политической жизни страны и зависимых советов от политических органов. В те годы политическая система Советского общества состояла из партийных, разного уровня Советских органов, профессиональных союзов, комсомола и молодежной организации. 15 марта 1959 года первым секретарем СК Компартии Убекистана был избран Шараф Рашидов, годы жизни которой 2018 по 1983 года. На этой должности он эффективно работал до конца своей жизни. Шараф Рашидов был выдающимся государственным политическим и общественным деятельным, а также известным писателем. Он родился 7 ноября 1918 года Джузахи, работа на посол-просседателя Президента Верховного Совета Узбекской ССР. И в 1950-1959 годах он оставил себе как после себя хорошую память и был талантливым организатором и искусством руководителем. И под руководством Шарафа Рашидова ощутил успехов для бизнес-культуры в Узбекистане. Много сил и энергии он отдал развитию хопководства стране новых земель и восстановлению Ташкента после сильнейшего землетрясения 1966 года. По ее инициативе началось строительство Ташкентского метрополитена. И первая очередь метрополитена, 9 станций, была пущена в эксплуатацию в ноябре 1977 года. В должности председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР с 1959 по 1989 год работала Ледгорна Среддиновна. С 1970 по 1983 год работал Назар Мачонок и с 1978 по 1983 года работал этот пост Инан Джанас Махаджаев. Должность председателя Совета Узбекской ССР с 1959 по 1961 год занимал Ари Полимов, с 1961 по 1971 год занимал Рахман Кулкурбанов и с 1971 по 1984 этот пост занимал Нур-Мухаммади Худоберды. Следующая тема называется «Позитивные сдвиги в материальном положении народа». В 60-80 годах XX века частично поднялся уровень жизни населения, а жители городов Кишлаков стали пользоваться современными благами жизни. В этот период были построены различные промышленные предприятия и возведены новые товары в поселке. За счет освоения Голодной степи, Сурхан-Шарабадской и Коршинской степей расширились посевные площади. Годгорна Сердиновна родилась в Кокандии, работала в руководящих должностях в консомольских и партийных органах. Она является первой женщиной, ставшей председателем парламента не только в Узбекской и Советском Союзе, но и на всем Востоке. В 1970-1974 годах Годгорна Сердиновна работала председателем Совета национальности и Верховного Совета Советского Союза. Следующий по теме называется «Руководящий роль КПСС и органы власти на местах». Новая конституция Советского Союза была принята 7 октября 1977 года. Она официально ограничила права национальных республик, в то же время поставила центр «Широкие полномочия». Эта конституция была подготовлена под руководством генерального секретаря КПСС, председателя Президения Верховного Совета Леонида Ильича Брежнева. Новая конституция пригласила о построении в Советском Союзе общества нового типа, общества развитого социализма. Следующий по теме называется «Ограничение прав Советов и общественных организаций». Как и во всем Союзе в Узбекистане районные и городские областные советы депутатов трудящихся, а также Верховный Совет Республики, даже второстепенные вопросы не могли решаться без резолюции партийных комитетов. И партийные органы в нарушении законности оказывали всяческие давления на комсомол и общественные организации. В свою очередь комсомол и другие общественные организации были обязаны выполнять указания партийных органов, и руководители, которых не выполняли приказы, освобождали от занимаемых должностей. В период советской власти швовало понятие партийной номенклатуры, и это были ответственные работники, назначенные на должность которых обязательно согласовывалось с партийными органами. Согласно номенклатуре на ответственные должности назначались только члены партии, то есть коммунисты, и вместе с тем руководители всех уровней Советов комсомолов и общественных организаций, входило в руководящий состав Крусика партии, Центральный комитет, областные, городские, районные комитеты партии, и таким образом партийные органы, слившись с этими учреждениями, начинают подчинение их себе. На этом все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok